Мы очень рады, что вы к нам пришли сегодня. У нас сегодня нет спектакля, а вы знаете, у нас сегодня в гостях поэти. Мы читаем и стихи, и они тоже свои. Поэтому, пожалуйста, отключите все мобильные телефоны. Вы уже отключили, что ли? Держим вам. Сергей Гонклевский. Скрипит, а ты лоскут газеты, сложив старательный квадрат и приспособь, Чтоб дверца эта не открывалась или попасть. Поргает в каменном колодце невзрачный городской снежок. Все, вроде бы, но остается последний небольшой должок. Еще осталось человеку припомнить все, чего он не. Дорогой, например, в аптеку, в пульсирующей тишине. И стоя под аптечной коброй, взглянуть на ликование зла, без зла. Не потому, что добрым, а потому, что жизнь прошла. Это праздник. Розы в ванной. Балагур, Сетунь, Тушина, Страмынка, хорошо, но чересчур. Здесь благодарение Богу я в полжизни отрубил. Женщина сидит немного справа. Я ее любил. Дело прошлое. Прогнозом верил явные дни птицам, бабочкам, стрекозам. Эта музыка сродни. Если напрочь не отпиться водкой, шумом, табаком, Слушать музыку и птицу можно выйти на балкон. Ночь моя. Вишневым светом. Телефонный автомат озарил сирень. Об этом липы старые шумят. Табаком пропахли розы. Их из Грузии везли. Обещали в полдень грозы. Грозы за полночь пришли. Линь их бьет напропалую. Дальше катится стримглав. Вымостили мостовую зеркалами. Без оправ. И светает. Воздух зябка. Тронул занавес. Ушла эта женщина. Хозяйка убирает со стола. Спит тихо. Спит прокатно. Спать. С утра очередной. Праздник. Все на свете праздник. Красный. Черный. Голубой. Расцветали яблоки и груши. Звонко пела в кухне. Линда брал. Я хлебал портвейн, развесив уши. Это время было бравым. Я тогда рассчитывал на счастье. И поэтому всерьез я воспринимал свои несчастья. Помню, было много слез. Разные истории бывали. Но теперь иная полоса. На полуподвальном карнавале пауза. Повисли паруса. Больше мне не баловаться чачей. Сдуру не шокировать народ. Молодость, она не хер собачий. Вспоминаешь, отрыв берет. В тихий час заката Под сиренью На зеленой лавочке Сижу. Бормочу свои стихотворения. Воровскую стройку стражу. Под сиренью В тихий час заката Бьют, срывая голос соловьи. Капает по капельке зарплата Денежки дурацкие мои. Не жалею, Не забу, Не плачу, Не кричу, Не требую суда. Потому что Так И не иначе Жизнь сложилась Раз И навсегда. Сергей Годлевский Добрый вечер. Смерть в Париже В памяти друзей Эта женщина Божилась Извините Эта девушка Божилась, Что умрет В Париже Своему стыду Не знаю, Где ее могила. Вероятно, Не в Париже, А гораздо ближе, Если у нее В Кузьминках Сердце прихватило. О, Поспешные обеты, Нищие обеты, Много скверного, Спиртного Под мануфактуру, Пусть прочтут Стихи По кругу Нервные поэты, Будто здесь у нас Парадный Вход В литературу. Здесь у нас Лежат на кухне Алкаши-аркадцы, Изнывая От похмелья. Разве нет, Аркаша, Пастухам К лицу цевницы, Каждый Рад Стараться, Да с утра Таки Кордия Выручает Наташа. Через час Пришла С мороза Горе-барижанка И сказала, Открывая Крепкие Напитки, Или я Люблю Искусство И поэтов Жалко, Или Есть Такое Мнение Делать Щитовидки. А покойный Друг Аркадий Стал Ей Строить Куры. И Как Записной Ромео Взвыл О, Говори же Светлый Ангел! Вновь Сгущался Чад Литературы. В тот Забой И прозвучала Мысль Про смерть Парижа. За Соловьем Не Заржавеет, А Враги Встонут И Гремят, И Жизнь Внезапно Цепенеет, Точь В Точь Один Хаджимурат, Когда Своё Волненье Выдав, Он Расплескал Кувшин С водой, Внимая Пению Мюридов, Подобречённую Звездой Уберус. Юлий Гугалев Сберкасси После Занятий В музыкальной Школе Эпигра Зачем же В белом Мать Была? О, Ложь Святая! Так Могла Солгать Лишь Мать Полна Боязни, Чтоб Сын Не Дрогнул Перед Казнем. Морис Гартман Белая Покрывала Над Москвой Начинает Смеркаться По концу Рабочего Дня Стоя В очереди В сберкассу Мама Всматривается В меня Ну не хочешь Ты сам Заниматься Девять лет Мне И вся Моя Жизнь В казнь Позорную Превращена Черникермером Амайкопаром Гречанином Гедики Старым Этой музыкой Так и скажи Ну как После этого Жить Не положи Строже Маминых глаз Взгляд Трудящейся Массы Тетка Видит Че встала Она Дядь Которая Все видит Вот гад Он Да еще Эта Блядь Завитая Коммунальные Платежи Ну ведь Я ж Тебя Не заставляю Ну чего Я Деньги Плачу Что ж Финал Вами верно Угадан Чтобы мамочка Не горевала Помертвев Как ее Покрывала Граф Венгерский Бесстрашно Идет К палачу Ложь Святая Сплошной Морец Гатма Помотав Головой Отвечаю Что ты Мама Конечно Хочу Целый год Солдат Не выдал Родни Целый год Письма Не писал Из Чечни Почему Не долю Его писем А придя Домой Он приветствовал Мать Поприветствовав Мать Принялся Выпивать Алкогольно Он был Зависен А и пил Солдат Десять дней Подряд Виночку пил И друзьям Был рад А потом Обнаружил Вдруг Как-то Что за эти Дни Выпили Они Бедных Не считал Целые Одни Все Что нажил Он По конкрету Был еще Солдат Кое-чему Не рад Но не мог Он не обратить Свой взгляд На особый Род обстоятельств Да на ряд Причин В силу Каковых Не пришел К нему Средь друзей Иных Закопичный Его друг Приятель Начал тут Солдат На друга Роптать Поминать Его В бога Душу Мать Козлом Звать И пидором Гнойным А ему В ответ Говорят Друзья О покойном Так на Руси Нельзя Ну зачем Ты так Опокойный Вдруг Приятель Твой Закадычный Друг Нынче Ровно Год Как лишился Рук Наш товарищ Твой лучший Друг Детства Не поднять Стакан Не швырнуть Сапог В общем Ничего Он теперь Не мог Не поссать Без мук Не одеться И не зная Как ему Дальше жить Ведь и рук Не мог Толком Наложить Он С досадой В уме Повредившись Раз пошел Тудой Где река Течет Лед Разбил Ногой И ушел Под лед Ни с тобой И ни с кем Не простившись Встал солдат В слезах И сказал В ответ Не забудем Мы дружбы Прежних лет Ни забав Молодецких Ни игр Ты товарищ Мой Не попомни Зла Это я в сердцах Ляпнул Про козла Не козел Ты И вовсе Не пидор А ему Друзья Говорят В ответ Посмотри Еще Сколько Их с нами Нет Посчитай Человек Девятнадцать Кто пропал В лесу Кто повез В петле Кто навек Заснул На сырой земле Да уж Скоро Не будет И нас тут Тут Созвал солдат Мать Друзей Родню Снова Еду я Воевать Чечню Не ругайся Маманя Пойми же Я за десять дней Понаделал трат Так что пору Вновь заключать Контракт Да и смертность Там вроде как Ниже Пошел солдат Прямо на Кавказ Он там видел смерть Как видал он вас А вот где И когда Если честно Суждено ему Завершить войну Знает только тот Кто идет По дну Но она Про то Неизвестно Юлия Губрина Чем дольше Живу я В России Чем дольше Работаю С ней Тем Чую Острее В разы Я И многое Вижу Ясней Чем дольше Сижу я На яме Чем больше Читаю Лайф-ниюз Спокойный тем И упрявый Я Сдержанный Блин Становлю С улыбкой Спокойной И жуткой Какая Подстать Мсье Дверду А Мич Изнасиловал Ут Я Без Содрогания Прочту Я не шелохнусь И подавно Не всхлипну ни разу Узнав Что в Дании Этой Гвантанова Растерзан Безвинный Жираф Едва ли Мой пульс Учистится В понтан Кровожадной Молве Когда Плоть Жирафа Чистится Одна Воссияет Во льве Очнется Во льве Как Во гробе Чего-то Там Чем-то Поправ Послушай До пелка Во львиной Утрой Облоганной Брось Жирафа Глазами 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 Не скажем теперь, а мы чё? Мы все обязательно будем, кто уткой, а кто о ничём, неважно, чьи девка, чьи парень, но в логике судного дня я тля буду всем благодарен за всё, чем кормили меня, кто стоном подземным, кто эхом на память, на ощупь живя, нутром земляного ореха. Путём дождевого червя не знаю, кто канет, кто сгинет, каких средь слоёв и пород, но мужество нас не покинет, в том случае, если придёт, в том случае, коль всё пожрётся, всё той же утровой земной, последнее, что остаётся, пусть что-то пожрётся и мной. Мы те же ни лучше, ни хуже, кровавые сопли утри, пока она жрёт нас снаружи, мы гложим её изнутри. Не факт, что не сдамся без бою, поскольку её до хрена, но я остаюсь с собой, родная моя сторона. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кто с грыжей, кто с ногой, с башкой распаханной и с телом самоваром, сквозь полутневшей памяти окно, вот в это все стожопое оно, ведут меня за сантуновским паром, отцы мучители и деды заодно. В гробу видал я сантуновский парк, еще там помню синий кочегар, при каждом шаге уголь мечет стопку, и каждый инвалид и ветеран намыливает свой мясистый кран, а я на них, все правильно, без толку, на новые ворота, как баран. Куда ж ведут нас новые ворота, куда мы входим с пены у рта, точнее, с пены нас уже обмыли, здесь веника, неопалимый пуст, горит, как тот в важнейшем из искусств, и нет чертей, все сами, сами, или держись за шайку, и лишайся чувств, а шайка наша, деды и отцы. Какие ж все-таки взрослые лжецы, иначе для чего им это нужно, чтоб человек, который и не жил под пиво с водой, чисто рыбий жир, сидел, потел и крякал с ними дружно, как вкусно, как прекрасен этот мир. Но мы там недолго посидим, уйдем, как пар, рассеемся, как дым, надеянный когда-то сондунами, и кочегара, сильная рука, отправят в топку все, что за века намылось, напотело между нами. Но это будет позже, а пока они сидят на волглых простынях, раскинувшись, как барин на санях, Рвут плавничок, сдувают пену ловко, среди багровых и счастливых рож. Эй, юрикатый, ты чего не пьешь? И дед Аркадий, тякнув Жигулевского, Знай себя, крякает, И миром правит лошадь. Алексей Цветков Маленький Ночью в непролазный залез от дверцы печки Жили маленькие черные человечки. Руки-логи в норме, только черные сами, только маленькие. А с виду, как мы с вами. А, впрочем, не поручусь, никто их поочию не видел, потому что черные и ночью. Но точно помню, что были. До сих пор грустно, что в прессе не описал, не рассказал вкусно, Как их матери рожали, плача о чем их мечты домили в печи маленьких и черных. А когда они умирали, что бывало часто, потому что таких смерть убивало легче, Чем больших живущих снаружи печки. Уж очень маленькие были человечки. Тогда садился один с кромотным баян, петь о жребе и черном часе окаян. О маленьком мире, а в нем маленьком горе, пока не заскребется кошка в коридоре. Прогонишь кошку, кыш, навостришь уши, или громохнешь бьюшкой, пусто, слишком быстро жили. Сквозняк шевелит залу, серый пепел греет. Были да вымерли, и кто теперь поверит, что маленькие черные, а столько боли. Или их тут не было, ну и ладно, что ли. Там винный магазин, там вечный дух. Свободный русский рубль взыскует двух, Кладя на лацкан пару пальцев грубых. Им можно жить нарзаном, но нельзя. Стезя, кремнисто двоеперстия стезя, Мы за него века горели в срубах. В одиннадцать откроется связа, Партнера попознаешь по глазам, С кем коротать минутную отраду. Сосчитана посуда из дона, Но как стакан надтреснута страна, Где жили мы по старому обряду. Ты помнишь пору этих скромных трат? Сосед по зоне, евразийский брат, С отрубами в полоске лесопарка, Стеклянный скит, где сталкивало нас Извенать быстрой святости и экстаз Без метр дотеля и без патриата. И разве вся страна обречена, Чьим знаменем была неветчина, Но не страшась ментовского навета, Два пальца, вознесенных над толпой, Приламок тесный, где моя с тобой Легла орлом счастливая монета. Кто там улицей крадется? Мышцы из жилист мордой груб? Притаится у колодца? Хвать! Прохожего за кругу! С места вскачет, как на пружинах, В дрожь бросает города, Кровь сворачивая в жилах, Как желток сковорода. Редко зубы низок ростом, Шерстью войлочной нечист, Вечно кричит над побосным, Точно мент или чекист. Кто коварный и противный, Несчастью ближнего не рад? У кого репродуктивный рейс Снаружи аппарат? Кто несет погибель людям На работе в метро? Лучше мы о нем не будем. Страшно жить и без него. Если божья коровка В дороге не тронет ни тли, Стиснет зубы И не прикоснется к любимому блюду, У нее загорается свет Трансцендентный внутри. И она превращается в бурду. Если вдруг стрекоза На росу перейдет, И овес расцелует цветок, Перевяжет кузнечику раму, Семеричную правду Откроет собранию ос, Стрекоза обретает нирвану. Как же выпало нам Суетиться уныло внизу, От кровавой еды Поднимая лишь нехотя лица, Не за тем, чтобы лить Над сурком в сиротливом слезу, Или с дятлом над истиной биться. Мы не божьи уже, Наши крылья присохли к спине, Истребитель добра, Ненасыпного брюха носитель. Даже лучший из нас Далеко не товарищ свинье, И скоту своему не спаситель. Чем утешится тело, Когда избавления хвалят, Устремятся из мира В канун окончательной жатвы, Вертолетные ангелы В венчиках из хрусталя, Семиточечные бодхисады. Алексей Цветков. К сожалению, присутствовать не смог, Поэтому сейчас мы услышим аудиозапись. Теплый вечер дождями умыть, Ветер кроны нентарные вытер. Кто-то в парке сегодня убит, Я прошу стороной и не видел. Не клинок, так любовь и вино Обеспечит плиту и обраду, Потому что природой дано Совершить нам любую неправду. Весь в ромашках рядеющих крах, Мало света и счастья немного, Этот мир перед нами неправ. Мы здесь пасынки слабого Бога. Заведу расширную тетрадь, Черный бархат на алой подкладке, Чтобы всех, кто рожден умирать, Занести в алфавитном порядке Для каких-нибудь лучших веков, Где судьба осторожнее и строже, Родский, профер, цапровский, цветков, И ромашки, и бабочки тоже. Мария Галина Инопланетяне Вечереет, горят на полях огни, На охоту летит сова, Человечек зеленый стоит в тени, Светится бледная голова. Он свалился с неба и жив едва. Ничего не понятно, куда ни к нему. Отчего был день, а потом потух? Отчего кричит на дворе петух? Что за баба в резиновых сапогах Через двор шагает на двух ногах? Кто сидит в тепле, кто не спит в дупле? Что тут делается на земле? Он в зеленых ручках несет дары. Он летел мимо самой черной дыры. Он прошел сквозь огонь и мрак. На соседнем подворье жиреет хряк. Чей-то тельник светится, будто флаг. Дядя Петя упал в обрак. Что-то там закрыто в его ларце. Бледный свет лежит на его лице. Третий глаз под его челом. Подступают сумерки, как вода. И никем не узнанная звезда Загорается над селом. Моя горит. Мы поселились, нашли на младшем братья. Она залепила ему глаза и уши. С тех пор он ведет себя не так, как раньше. Прорицает конец света и он знает маму. Конец света и правда не загорали. По ночам восходит второе солнце. Но несмотря на природные катаклизмы, люди исключительно лежат в другом. Маму и правда узнать трудно. У нее отрасли рога и рога. Но мы ее все равно любим, потому что главное это сердце. Когда вы придете оставить эти бедные дома и уйти отсюда, нам будет нетрудно это сделать. Все, что мы видим здесь, так изменилось. Это уже в сущности не наша Родина. Наша Родина где-то в другом месте. За этими болотами, светящимися туманом. За этими лесами. По вечерам разговаривающими с нами, такими удивленными голосами. Ходит он во фразу в котелке с тросточкой в руке, но не по земле, а по реке, где-то между Бахином и Плесом. Там его обидали с котелка, а еще вблизи два рыбака. Впрочем, с этих что возьмешь пока, их не пропислили для тороза. Два фрукки рассвет не подвезли, саранча снимается из земли, спичек нет и соли, но старухи стоя за мукой, спорят исключительно на кой, ходит он холодной рекой, крупной шляпкой, палочкой такой, шамошедший что ли. В небе среди белой дна видна, в трещинах огромная луна, третий день на трассе тишина, залива встает за дальним лесом, мыло не достать и папирос, но людей все мучает вопрос, почему он посещает нас перед ледоставом в отусты, по воде, как по суку, прикинь, где-то между Бахином и Плесом. О, послушайте! Авраам родил Исаак. Ничего себе! И дядю Исаака я еще более или менее помню, он был военный тогда. Зяма был натор. Сел в свое время, но ненадолго, слава богу. Яша был толстый, все время молчал, и очень много ел. Больше ничего сказать не могу. Мольки, между прочим, болтили через месяц. А как было мударно. А главврачок Грурман. Был тогда такой Борис Львовичик, дальний родственник. Клара с Семеном, как уехали в Челябинск в 41-м, так там и остались. Нет, писем от наума давно не было. Не знаю, как там их. Молься все делал сам. Золотые руки. Ее, кажется, звали Дора. Она была, по-моему, не очень нормальная. Спокойно, спокойно. Деся. Пила ужасно крепкий чай, варилась в халате нечесанной, курила папиросы одну за другой, читала романы. Грязища у доми была. Додик был своим детям, мальцом, и матерью, и нянькой, и кем и код. Соломон. Кажется, жив до сих пор. Только он уже давно не Соломона, Семен. Вот и песня. Подзвучает. Матвей в 53-м не тронули, как ни странно. А ведь какую должность имел? Повезло. Малень, чтоб вы знали, дожил до 92-х лет, и, между прочим, все отлично соображал до самой смерти. Топ. Письмо от Мулина. Сейчас почитаем. Все годманы погибли в Ашхаббатском землетрясении. Буквально все. Я даже не знаю, где их похоронили. А может быть и нигде. Вот и песни отзвучали, отразившись на лице. Не говорите глупостей. Во-первых, его звали не Ягуда, а Еремей. Ягуда это был Цилин родственник. Вы помните Циль? Оба всю жизнь прожили в Житомире и никогда никуда не ездили. Только в эвакуацию и тут же обратно. Там и умерли. Гриша. Это не дядя его, а двоюродный брат. Просто большая разница в возрасте. Спокойно, спокойно. Урахи Львова. Чтоб вы знали. Вообще своих детей не было. Первая жена у него умерла давно. Ее звали Берта, кажется, или еще как-то. А Лева был не родной. А прием. Вот ужасно, кстати, способный парень. Первое время шли письма из Хайфа. Потом перестали писать. Ну, понятно. Своя жизнь. А Боря очень переживал. Очень. И вот уже и песня озвучает. Отдавившись на моем лице, разнесет твои ночами. О, послушайте. Аса родила Асафана. Ну, имена были у этих людей. Язык сломаешь. Оставили ему какой-то крупы, консервы, уехали на юг. Ну, что за дети, ей-богу. Спокойно, спокойно. Ну, вот, вроде родные сестры, да? Но Стелла красавица. А эти, ну, прям типичные обезьяны. Ну, как так получилось? А Теночка? Ой, Теночка была совсем без образования. Ну, голова была, как у министра финансов. Ее так и называли в семье. Вот. И песни отзвучали, отразившись на моем лице. Пыли, и развеселые вначале запунывные в конце. Как они все пели, как танцевали, а? Как у них в доме было весело. Это я про Шпицбергов. Вы поняли? Нет, давайте лучше так. Заунывные вначале, развеселые в конце. Так и лучше, правда? Ну, вот. А я там родил Иосифа. Мужа Марии, от которой родился Иисус. Называем Христос. Лев Рубенштейн. Родословный. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То уже поздно. А как все нормально, если на второй день когда молчит, а мокрая ветка в окно звучит. Мокрая ветка в окно звучит. Не понять ничего. Муха на стекле Субтитры делал DimaTorzok Соседу позади Черный кобель Прямо ворот Криптный Пришел, кого не сдал Подумаешь Разбуженный Могучий взмахал Неосторожного крыла Внимаешь с трепетом И с нарахом Та-та-та-та-та-та-та Тела Пока с душой играют в грядки, протоколируют судьбу, тогда когда-то без оглядки, тогда когда-то грабуют. Крыса пол пьет, кость додочек засидится, коса не заплетается, салаван разводится. Тех спорный, живот расслабит, лодка с одним веслом, кривого поет, черный таракан, чужой дядя напугает. Рыжий таракан, забудешь, чего хотел, вместо меда говна надел, мечта будет. А в камень спорный, скажет, сегодня мне не перестут, прости, прости, усыпать пора. Па-та-та-та, чувство, па-та-та, игра, но не игра на движение. Па-та-та-та, без контроля, па-та-та-та, движение, па-та-та, до нога. Терпля пола, мизинец пищевит, кузнец сватается, безымянный пищевит, цыган спичку зажжёт, средний пищевит, зерно просыпано, в темноте прослёжся. Книжку читаешь, плотком махать, в лесу цветы собираешь, начнётся не всё, в поле цветы собираешь, как войдёшь, так и выйдёшь. Зеркаль себя не узнал, вспомнишь, пока не спросишь, не ответят. Та-та-та-та-та не дадут, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Смерть именовать, надеющий неизвестный на что, бороться с мучительными сомнениями, поражаясь за собственной решительностью, цепляться за жалкие остатки собственных представлений. Произвольно распрягаясь границам общепринятого, фатагоген приплизившись к тому моменту, когда все перешили, но потеряли все смыслы. Не заметил, как ветер у тихо погасли последние звезды, позабудил, что все позади и что в лень ушло без возврата. Исчезаешь куда-то, затем и смикаешь, нежданно, незванно, вдруг поймешь, что пора уходить там туда. Ничего не понятно, мокрые ветки в окно скучать. Мокрые ветки в окно скучать, воин ветер, вода журчит. И хотя все это давно и хорошо известно, чему все равно делать.